Играет музыка Там было написано, что хайлайтером нужно пользоваться на выпуклые участки кожи. Ну, друзья, извините, у меня все лицо выпуклое. Что, мне на все лицо наносить? Я добралась до ботанического сада, но почему-то я не вижу ни одной оранжереи. А, отлично, не вижу. Вот, вроде бы оранжерея, как я понимаю, но насколько я посмотрела в гугле, их здесь несколько зданий. Теперь огромная проблема найти все, найти вход и, собственно, вдохновиться. Пока что по самому парку выигрывает Таллинн. Петербург вообще проигрывает, но я надеюсь компенсировать этот пропуск в Москве. Вроде бы, как Алина прислала в Москве хороший парк. Так что сейчас я пойду в оранжерею и, надеюсь, она меня удивит. Здесь я совершенно одна. Я прошла бесплатно. Меня никто не остановил. И я надеюсь, что так можно. И, видимо, я не типичный турист, который ходит по зоопаркам и по ботаническим оранжереям, потому что здесь практически никого нет. Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Я сексуальная Баба Нюра. Ну а что делать, когда на улице дождь? Спасибо тебе, Рига. Нет, нет, я понимаю, что город очень расстроен из-за того, что я уезжаю, но все-таки может быть поменьше воды? А? Я еще не уезжаю, мне до 7, и мне нужны еще крутые фоточки в старом городе, потому что ни одной еще нет. И, блин, а так как у меня волосы сразу при влажности... Ну, в общем, если вода попадает на мои волосы, я превращаюсь в барашка, поэтому приходится ходить так. Зонтик покупать я не собираюсь. То есть у меня дома, очень крутой розовый с овечками, поэтому я переждала уже самый Ливий. В общем, надо бежать на автобус скорее. Мне кажется, что эта надпись все только портит. Но почему? Видите, какая красивая спина и эта дурацкая надпись. Но я беру вот эту бесподобную кофточку. Кстати говоря, надо было, наверное, именно в ней идти в оранжерею, я бы там слилась. Лига оставляет после себя вообще какой-то непонятный путь и вкус. Я знаете, как в серии «Как я встретила вашу маму» был такой герой-капитан, у которого улыбка была самая, что ни на есть дружелюбная, а взгляд так и хотел себя просто убить. И непонятно было, разговаривая с ним, добра он тебе желает, хороший он или нет. Вот то же самое у меня сейчас происходит с Ригой, потому что я только что купила, наконец-таки, пастельные маркеры от Стабила. Все те, кто ведет бульджорно или хоть как-то имеет отношение к ежедневникам, понимают мою боль, когда они видят различные фотографии и обзоры этих пастельных именно маркеров Стабила. Все их за границей очень много используют. И однажды, я не вру, я потратила целый вечер на то, чтобы как-то где-то найти эти маркеры и купить их в Петербурге. По России их вообще нигде не продают, за границей продают, но доставка дороже, чем сам комплект маркеров. И тут я захожу, выбираю сумку и смотрю эти маркеры. О боже, они по евро 44 стоят, даже если это, грубо говоря, 2 евро получается. Евро, евро, евро 60, ну где-то примерно 120 рублей, пусть и мелочи. То есть за 120 рублей стоит один маркер, и он пастельный. И, если честно, мне не передать все мое счастье, когда я их увидела. Естественно, я купила их все. Скоро в ежедневниках вы их, разумеется, увидите. На фотографиях тоже, потому что они у меня есть, и герборды не ухвастаются. А именно это ютуберы делают. Ну, или это делает это Настя. И тут я выхожу, и дождь, опять Ливий, непонятно что. Петербургский дождь по мне соскучился. По моим волосам, и по моей боли, и по моему горю. В общем, сейчас я иду в старый город. Мне осталось гулять совсем чуть-чуть по нему, потому что в 7 часов у меня автобус. Пошла в нас появляться. Надо, во-первых, согреться. Сейчас найду какую-нибудь очень уютную кафешку в старом городе. Мама, мама меня уже достала. Мама, ты надоела мне уже с этими магнитиками. И, конечно, если я еду в какой-то новый город, конечно, я привезу магнитик, и я об этом помню. Не нужно напоминать мне об этом 5 минут. Я знаю, что ты сейчас это смотришь, и глаза у тебя вверх, но вот это уже... Знаю, пойду куплю сейчас магнитик. Будет очень оригинально, если я все-таки не куплю магнитик, и мне, наверное, просто убьешь. Ладно, пошли искать красивую кафешку и вдохновляться старым городом. Когда пришел в Никс? Зря я на самом деле смеялась, потому что поиски магнитика становятся немножечко очень сложной задачей и поиски красивой кафешки. Вот что мы сейчас с вами ищем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok